Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Добрый вечер, уважаемые родители. Младшее поколение отправляется отдыхать, ну а мы с вами будем проводить время с пользой, искать ответы на главные родительские вопросы. Помогать вам буду я, ведущая Елена Самойлова, и мы продолжим говорить о цветотерапии. Сегодня подробно разберемся в том, что можно сказать о внутреннем мире ребенка, рассматривая его рисунки. Почему надо обратить внимание на синий, красный и серый цвета. Разобраться в теме нам поможет доктор психологии, основатель образовательной платформы Skillfolio, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта и автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта у детей, преподавателем ГИМО «Бизнес-школы Сколково» Московского института психоанализа Виктория Шиманская. Виктория, добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Каждый родитель желает знать. Вчера мы поговорили о том, как цвет влияет на наш аппетит. Очень важная тема. Давайте сегодня поговорим о том, как конкретные цвета влияют на наше настроение, состояние. То есть влияние конкретных цветов на психологическое состояние человека и детей. Если есть разница между состоянием взрослого и ребенка. Ну, с какого цвета начнем? Какой самый? Я думаю, что мы здесь сейчас проговорим про такие восемь основных цветов. Поясню, почему восемь. Как в одной из передач говорили, что тест Люшера действительно остается одним из наиболее таких интересных и действительно проработан. Огромное количество исследований действительно было в этой области. И вот у него, собственно, есть тест, который, может быть, даже многие проходили. Он заключается в том, что вам предлагают восемь цветов. Ну, и между нами там четыре основных, а четыре дополнительных. Четыре основных цвета – это синий, зеленый, красный и желтый. Ну, а, соответственно, дополнительные – это фиолетовый, коричневый, черный. И он называется нулевой, но это на самом деле серый. То есть в науке он, на самом деле, называется таким нулевым. Вот, то есть и там много что в тесте, на самом деле, через него тоже проявляется. И вот, собственно, чем мне нравится подход Люшеров, там действительно в качестве одного из тестов всегда, как все проективные методики, я рекомендую их комбинировать еще с чем-то, да. Вот, ну как вот действительно мощная проективная методика. Именно тем, что не просто вот ты выбрал один цвет и все, а именно он работает с позициями. То есть надо же эти восемь цветов расставить. То есть не просто ты вот красный, все, ты там красный, и дальше много шаблонов. Такой однобокий подход. Да. То есть вот это действительно огромное количество комбинаций получается. И надо понимать, что вот именно в его концепции вот первая позиция, она отражает средства достижения цели. То есть, например, выбор синего цвета говорит о намерении действовать спокойно, да. То есть если мы синий поставили. А вот второй показывает цель, к которой мы стремимся. То есть, например, первый у меня синий, да, или ребенок ставит себе, а второй красный. И получается, что хотел бы он на самом деле быть активным, но сейчас решает все достаточно спокойно. То есть представляете, да, хотя вроде бы просто синий и красный цвет. И вот это действительно уже очень интересно. То есть то, в какой позиции, где мы ставим цвета. Собственно, там третья и четвертая позиции, они характеризуют предпочтение цвету, да, вот который действительно мне вот цвета достаточно нравятся. То есть все хорошо. Дальше пятая, шестая это то, что уже, в общем-то, нейтрально считается. Седьмой, восьмой отмечаются как, наоборот, цвета, которые не нравятся. И, собственно, исходя из этого, с цветами работаем. У Люшера по отношению к четырем основным цветам есть свое видение. Причем, надо сказать, что у него достаточно большая была выборка даже, пока он проводил исследование. Но синий, он исходил не просто, скажем так, о том, что это говорит о человеке, а именно через момент потребности. То есть надо понимать, что человек может пройти в январе тест Люшера, и у него будут одни показатели, а дальше ребенок может в августе пройти этот же тест, и у него будут совсем другие показатели. То есть это не про врожденные, скажем так, характеристики. А про психологическое состояние сегодня? Ну, сегодня и в неком таком, да, вот, ну, сегодня в более расширенном формате, да. То есть действительно, вот сейчас он в таком вот состоянии, в неком таком продолжительном, настоящем, я бы сказала так. И вот синий – это потребность в удовлетворении, в спокойствии, то есть устойчивой положительной привязанности. То есть действительно, если на, особенно первое место все-таки вот ставится, да, вот этот синий цвет, то есть действительно человеку важно, вот чтобы у него в жизни было вот это вот спокойствие. И стабильность. И стабильность, да. Если мы это соединим с тем, о чем мы говорили в первой передаче, я напомню нашим слушателям, действительно, это научный факт, это уже не Люшер, это гораздо, ну, скажем так, уже лабораторные другие исследования, абсолютно, они были связаны с восприятием и реагированием именно нервной системы, в моменте у нас прям активизируется, да, восприятие цвета, когда мы находимся в том или ином состоянии. То есть если мы действительно очень возбуждены, у нас начинает срабатывать более сильное восприятие синего цвета, потому что нам оно сейчас необходимо. То есть это некая такая защитная функция организма, ну или наоборот, мы вот и утро серое, и нам серое, и что-то, мы прям будем искать зеленый цвет, и он действительно будет восприниматься чуть более ярким. Соответственно, когда ребенку предоставляются такие карточки, он автоматически выбирает именно цвет, на который у него сейчас получается большее восприятие. То есть тут вот соединение некоторых исследований. То, что ему необходимо. Да, да, вот это очень важно. Вот, дальше, соответственно, зеленый, это в неком самоутверждении, то есть мы много говорили про зеленый как гармонизирующий, все, он действительно имеет такое влияние, но вот в контексте теста Люшера, то есть действительно, мне нужно, чтобы меня услышали, мне нужно, чтобы у меня некого признания. То есть если ребенок утром просит у нас надеть ему зеленые колготки, это про то, что он хочет, чтобы его в детском саду заметили и взяли с собой поиграть. Или чтобы родители услышали его позицию, его мнение. Что он не хочет идти в детский сад. Да, например, да. То есть это действительно вот право такой очень вот позицию, да, внутреннюю позицию, которая вот мне необходима, чтобы меня услышали. Красный, это действительно хочу действовать, мне нужна потребность там в активном действии, вот. Ну, а желтый потребность в неких мечтах, таких надеждах, то есть немножечко, ну так, условно, немножко такой в сказке, да, такой дополнительный, вот такого вот мечтательного плана. Вот, как видите, это несколько отличается от тех моментов, которые мы проговорили в некой там классической психологии цветотерапии, но это действительно интересно и много подтверждающих именно такого подхода, что, обращая ваше внимание, это именно момент вот потребности. То есть вот сейчас на данном этапе есть потребность. Ну и дальше, конечно, самое главное, что мы смотрим, это вот сочетание этих цветов, да, то есть если насколько сочетание одного, первого, второго цвета, какие они там рядом, конфликтуют, не конфликтуют. Ну и мы не проговорили еще про четыре цвета, а это фиолетовый, серый, коричневый и черный. Вот в контексте теста Люшера они являются такими, как бы, цветами тревожными, да, беспокойствия, печали. То есть если начало, как бы, очень сильно выбирают дети именно эти цвета, действительно, ну, как бы, в терапевтическом плане стараются понять, почему. Очень интересная история с нулевым цветом, то есть по большому счету считается, что вот, ну там, я не буду сейчас рассказывать, очень сложная система, на самом деле, подсчета баллов, там, это действительно целая система плюсиков-минусиков, но такой интересный момент, что вот, если, например, поставили серый цвет, да, то вот все, что после него, условно не считается. То есть это граница, почему он нулевой, то есть я сейчас немножечко упростила, вот, ну, для некого понимания, то есть если вот нулевой, ну, нулевой цвет, то есть надо понимать, где его позиция. Если, например, это, то есть я здесь хочу поставить границу, если, например, серый цвет у ребенка действительно ставится первым, то, значит, он от чего-то, ну, правда, очень хочет скрыться и спрятаться. Ну, у детей, наверное, редко бывает серый цвет любимого. Знаете, вот, вот любимый цвет и то, как они раскладывают карточки, это же немножечко, ну, скажем так, разные вещи. Действительно, бывает, что дети раскладывают так, что, вот, ну, это потому, что в моменте, да, вот действительно, ну, и чаще, давайте, есть еще такие моменты, конечно, бывает так, что психологи пришли в школу и проводят исследования. Это понятно, там такая выборка чистая, но если мы говорим о моментах, когда родители обращаются, и в том числе психолог работает с проективной методикой теста Люшера, то, как правило, все-таки родители обращаются с психологом не потому, что все прекрасно, так хорошо, и мы хотим ребенка еще дальше развивать, подскажите, как мы дальше будем делать. Это, кстати, в контексте, там, профориентации более взрослых деток, да, там бывает. А с маленькими детками, ну, к сожалению, психологи все-таки обращаются, когда уже, ну, достаточно тревожные состояния, и даже, ну, так, уже даже немножечко поздновато. Вот, поскольку пока еще в культуре, да, работы с психологами у нас в стране не очень она построена. Поэтому ничего пугаться не надо, сразу хочу родителей успокоить, огромное количество у меня было запросов, когда я сейчас утрирую, но примерно они так, у меня дочка, она все время рисует котиков, представляете, только коричневым цветом, там, или только серым цветом. Все, ну, там, я дальше шучу, говорю, забираем прямо сейчас, вот, но на самом деле вот таких не надо бояться моментов, потому что, если мы действительно посмотрим, что, да, котики, вообще-то, они и серые, и коричневые достаточно часто, вот, и нравится ей рисовать котиков. То есть тут 90% случаев, когда начинаешь выяснять ребенка, то есть там огромное количество факторов, и там и три кота она посмотрела, и что-то еще, и ей котики нравятся. Просто котенка хочет. Да, да, именно так. Хотя сейчас дети, конечно, рисуют очень много яркими цветами, и это связано не только с тем, что в детстве их родителей был более ограниченный набор карандашей, А сейчас, ну, боже мой, мне кажется, любой человек, который, там, не знаю, жил в 90-е, заходит, когда в канцелярские магазины, он... У него глаза разбегаются. Да, да, да. И мама, и папа, я знаю, что покупают для себя, ну, как бы, вроде ребенка. Просто подержать. Подержать, да. То есть это, конечно, связано с этим, ну, и плюс вот эта поп-культура, да, которая вот этих стикеров, которые сейчас там вот, ну, в разных там, на уровне соцсетей, еще каких-то моментов, то есть вот стикеров, да, система, она, конечно же, мультипликация, ну, давайте вспомним мультипликацию, там, хотя, если мы вспомним мультипликацию еще более раннюю, она фактически уровень такого раннего Диснея. То есть, помните, там и серая шейка, и все остальное, то есть такая художественная прорисовка. Потом был очень такой четкий этап мультипликации, ну, можно сказать так, ежик в тумане, вот, а потом действительно пошла совсем другая мультипликация, построена на очень ярких цветах, упрощенных формах. Резких движениях. Резких движениях, такого, ну, практически комикс такого плана. И, естественно, еще и пребывание детей перед экранами разного, ну, скажем так, вида в гаджетах, в телевизоре, оно увеличилось несопоставимо с тем, как было, да, ну, скажем так, у их родителей, когда мультики были только по расписанию, по каналу. И это очень сильно влияет на то, какие рисунки, какие цвета выбирают дети. То есть, в этом смысле можно сказать, что все равно тест Люшера используется, вот именно на срезе психологического состояния. Но рисунки у детей действительно достаточно, в общем-то, сильно меняются. И тут надо смотреть, конечно, что если вот рисунок, ну, это классический проективный тест, там, нарисовать семью, вот, и здесь смотрится на комплекс вещей. Это и расположение на рисунке, то есть, очень важно понимать, что если это кто где, да, то есть, если, ну, бывают даже действительно такие ситуации, что ребенок отдельно, вот, менее такой очевидный для детей тест, и поэтому более информативный, потому что как-то ребенок даже понимает, даже уже в 5 лет, ага, просит нарисовать семью, и все-таки там маму, папу там рисует, ну, скажем так, да, и про братьев и сестренок, ну, тоже, как правило, там, упоминаются, если они есть. А вот есть другая такая практика, да, просто рисуется стол, говорит, смотри, вот, и там, там, 8, например, там, или 6 стульчиков вокруг стола. Говорит, рассади, вот, знаешь, ты же собрал гостей, вот, рассади за столом. И вот тут, конечно, проявляется огромное количество, очень часто дети сажают себя, и они сажают мультипликационных героев, они сажают игрушки, и они вообще не сажают семью за стол. Вот, и я могу сказать, что таких ситуаций я разбирала очень много, поэтому такие моменты, вот, на них стоит, конечно, обращать внимание, ну, и, конечно же, очень много психологических тестов, связанных с эмоциями и цветом, поскольку, ну, действительно, очень такая хорошая связка. И здесь, ну, первое, что я всегда предлагаю, это вот, например, если просто смайлики, действительно нарисовать такие смайлики, и дальше ребенок раскрашивает, ни в коем случае не навязывать шаблон. Потому что, вот, правда, для, говорю, страх может быть желтым, и страх может быть фиолетовым, и розовым, и вот какой он для ребенка. Главное потом спросить, а вот почему он такой, скажи, а вот у меня он там фиолетовый, а почему у тебя зеленый, а почему у тебя желтый. Дети действительно объясняют, и просто для вас будет понимание, какой цвет у него, да, с какой эмоцией. И, конечно, такая практика, которую, в принципе, могут сделать родители самостоятельно, хотя с психологом это такие, называются они как раз тоже, где живут эмоции, такие домики эмоций, когда рисуется прям вот человек, ну, прям, ну, такой контур, да, там, мальчик-девочка, и дальше вокруг такие домики, которые обозначены, да, вот это гнев, это, там, страх, это радость, это удивление, это отвращение. То есть достаточно такой вот, ну, порядка десяти, если это возраст, там, вот, предшкольный, например, или младшая школа. И ребенок раскрашивает сначала домики, вот, а дальше очень интересно, потому что ребенка просит раскрасить самого, ну, вот, как будто этот контур. И вот я могу сказать, что, ну, вот настолько все очевидно, то есть когда и гнев в голове раскрашивается какими цветами, и руки, и, на самом деле, бывают моменты, связанные с, когда уровень половых органов дети раскрашивают. И, например, одна нога, там, значит, страх, другая удивление. То есть дети начинают, я не знаю, там. То есть домики, они имеют название гнев, нарисуют какого цвета гнев, а когда он раскрашивает человечка, и у него нет задания, чтобы это соответствовало эмоции, просто раскрасть человека. Просто раскрасть, да, просто раскрасть вот этого человечка, да. И я ни разу не видела за всю практику, а я таких, ну, рисунков, знаете, за, ну, сказать, там, что ты, ну, в общем, ну, к тысяче точно, то есть это очень много за этот период времени, видите, уже там десятилетия, чтобы ребенок просто, знаете, раскрасил человек одним цветом. Вот не было такого никогда. То есть действительно иногда вплоть до уровня вот пальчиков раскрашивают, то есть, ну, то, что вот кулачки здесь, нужно уровни головы, уровень живота, уровень там шеи. То есть дети, иногда одна рука очень активной, в ней все эмоции очень, и вот после этого, ну, все. Видите, вот вы можете вот все, что угодно. Они говорят, родители, ребенок, естественно, тоже не скажешь, какие у него проблемы. Ну, скажем так, особенно при родителях и на первом сеансе, когда родители говорят, давай рассказывай, вот это примерно иногда и так бывает происходит. Ребенок в полном шоке и ничего он не расскажет. То есть вот этот момент, конечно, таких вот рисунков. Рассаживаем за стол, раскрашиваем эмоции, вот раскрашиваем это. И становится очень многое понятно. И потом аккуратненько, аккуратненько уже исходя из этой информации, мы работаем. Поэтому действительно цвет, он, кстати говоря, в диагностическом плане, но и в терапевтическом. То есть дальше поняв, какая для него радость, какой цвет для него нежность, удивление. То есть прямо дается задание даже родителям, что вместе создайте теперь сказку нежности. И такие альбомы они рисуют, такие послания. И послания и счастья, и любви, и пожелания уже с добрым утром, и спокойной ночи становятся тоже разноцветными. И вот буквально неделя-две вот таких цветных посланий, вот добавление этого цвета, которое именно для ребенка имеет это значение, действительно формирует вообще, ну, удается достичь очень хороших результатов в гармонизации состояния ребенка. То есть мы не покупаем ребенку красную юбку для того, чтобы он стал активнее, не знаю, в школе, а сначала выясняем, какой для него цвет активности. И тогда уже покупаем такого цвета, я не знаю, пенал, который будет лежать у него всегда на столе. И ориентируемся на это. Вообще я предлагаю, да, максимально ориентироваться на то, что выбирают дети. Потому что, знаете, родители очень хотят, чтобы дети были самостоятельными, а при этом за них очень многое решают. Поэтому, ну как же, вот он там не выходит к доске, давайте купим ему красную юбочку, и вот она к доске подходит. Так не получится, к сожалению. Вот, можно будет ее сводить там, где на батутах попрыгать в красном помещении и так далее. Или ребенок, да, у вас попрыгает, эта активность там внутренняя, если вы хотите повлиять на уровни нервной системы, да, вегетативной нервной системы, это можно. Но дальше нужно понять, а вот какой нравится, поперебирать там те же пеналы, те же что-то еще. То есть если оно сейчас стоит, и возможности есть, и задача там купить ту или иную вещь. Мы всегда прислушиваемся к ребенку, но имея понимание, а какие у него вот цвета, с какими эмоциями ассоциируются, действительно, мы уже можем понять. Если вдруг ребенок стал очень резко выбирать, ну, кстати говоря, там какие-то такие там, почему тут много-много пошло там синего-синего-синего. Это значит, что на самом деле у него есть внутренняя тревога, а мы этого не замечаем. Хотя потому что, ну, вроде он там, знаете, как еще не любят дети расстраивать родителей. И вот получается, что вот и тетрадочки синие, и обложечки, и пенальчик, и вдруг очень сильно нужен там синий цвет. Я часто видела очень много у таких любящих, но требовательных мам, знаете, такой вот есть очень потрясающий типаж мам, у них дети очень такие, они учатся хорошо, они прям умнички, часто там, особенно девочки, потому что девочки были обычно там и скоординированные, и прочие мальчишек, ну, тоже все в допусках, безусловно, там больше бунтарства. Ну, у девочек как-то проще, особенно там и на уровне начальной школы, они действительно несколько проще, как правило, втягиваются, ну, в некий вот тут общий образовательный процесс, как он у нас построен. И вот у таких мам девочки часто очень любят голубой, синий, и мамы так радуются, ну, потому что они тоже не всегда любят, они, как правило, не любят этот розовый цвет. Вот они мне кажутся, вот как хорошо, я считаю, красиво и гармонично, но на самом деле это сигнал к тому, что есть внутренняя тревога, но такие девочки, знаете-ка, прям послушные, они маме об этом не скажут, они ее не проявят, и они уже хорошо научились ее сдерживать и контролировать. А внутренние процессы, они, ну, действительно там могут быть разрушительными. Не пугайтесь, пожалуйста, только если вдруг здесь нравится голубой и синий цвет, если при этом они рисуют другими и нравятся другие цвета, и увидите, что с ребенком все хорошо, то, конечно же, это, ну, всегда все в нюансах. Ну, просто обратите внимание, что вот такая вот типология, да, деток, и вдруг вот такой очень сильный, немножко чуть более сильный увлеченность там вот такими оттенками, это, да, некая внутренняя потребность, запрос на снижение внутренней тревожности. Ну, родители чаще всего боятся не когда дети предпочитают синий цвет, а когда черный. Мы говорили о черном цвете у подростков в гардеробе, но родители часто боятся, когда дети помладше выбирают черный карандаш для того, чтобы рисовать. Это тоже какая-то симптоматика или ничего страшного нет в том, что ребенок все время, ну, вот мы говорили о коричневых котиках, ну, например, все рисует черным. Ну, нравится ему, графика такая. Вот, вот спасибо за это последний комментарий, он сам очень ключевой. То есть здесь в рисунках важно посмотреть на характер линий. Если это действительно очень резкий, то есть там какая-то гора, это вот прям вот все, прям мы видим, что там достаточно ожесточенные линии, очень много, прям, знаете, вот это прокрашивают дети, чуть ли не уже лист, знаете, пододыр, да. То вот это действительно, и будет ли это красный или черный цвет, вот на это обращаем коричневый. И действительно бывает, что чуть чаще коричнево-черными такими цветами, красным еще, да, как уровень, все равно это связано там с агрессией, с такими составляющими, дети могут это проявлять. Если же это некий момент графичности, потому что сейчас просто уровень насмотренности, надо же понимать, они же видят там и в стиле там аниме какие-то, вот эти вот рисунки, там какой-то элемент там графики, то есть вот этот момент насмотренности, он является ключевым, да. И если действительно это просто, ну, это действительно рисунок такой гармоничный, но ребенок, правда, так, ну, вот ему красиво вот так. Я так вижу. Я так вижу, да. То, ну, очень часто это действительно, ну, как бы абсолютно нормально, вот. И есть и детки, которым, правда, просто, ну, им проще, да, интересно, им нравится сначала рисовать там простым карандашом, вот. Есть такой элемент очень, ну, такой тоже этапный. Если даже еще были какие-то элементы навыков художественной школы, то тут тоже это очень сильно влияет, вот. Поэтому самое главное, на что обращаем внимание, вот, убрав вот такие составляющие, если это не просто черно-красный рисунок, скорее характер рисунков, что на рисунках. Но если вдруг чувствуем, что-то черного там прям поприбавилось, вот. Тут какие два варианта. То есть это первое, значит, либо это этап просто проявления. Мы знаем, что у детей есть этапы кризисов. Вот, там, и кризис 2,5-3 лет, и здесь детки могут очень активно рисовать. Ну, два слова, это, конечно, отдельная тема, но что такое кризис, да? То есть идет некий такое накопление опыта, и, например, кризис там, ну, там, годы связан с тем, что ребенка начинает активно ходить, да? То есть до этого он мог только голосом, да, капризами, как это ни странно, позвать к себе родителей. А дальше это, ну, вообще свобода перемещения. Конечно, это кризис, то есть мир поменялся. Дальше следующий кризис связан с активным навыком именно коммуникативным, да? То есть он может начинать уже совершенно четко формулировать, более осознанно. Это тоже целый мир. Там еще очень сильная связка с тем, что наша вторая сигнальная система, то есть это, по сути, мышление. Мы же мыслим как? Мы, конечно, видим образы, но она построена на речи. То есть как только развивается речь, действительно развивается мышление, мозг, ну, то есть это и причинно-следственные связи ребенок начинает, поэтому бросание там, не знаю, там, так стучишь по кастрюле, значит, такой звук, а по миске такой звук. И мы можем это проверять, понимаете, в течение там получаса. И у мамы уже сил нет, а ребенку очень интересно. То есть такой экспериментатор. И вот в эти моменты могут быть моменты, да, там, и постарше, там, пяти лет, как ни странно, такой вроде более мягкий кризис, но он условный тоже пяти. Это связано с активной социализацией. Поэтому когда там пошли в садик, пошли что-то еще, какие-то дополнительные моменты, то есть это, скорее всего, может говорить о том, что есть что-то, что я не понимаю. То есть черный, помним, да, это некая такая загадка, это тайна, это некое там вот отсутствие. Поэтому, ну, если вдруг, русалки всегда были такими, а то вдруг она черная. Если это разовый, ну, это эксперимент. Если что-то русалка стал черной, единорожка тоже что-то черненьким стал, то тут вот может быть некий этап такого просто, этого перехода. Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напоминаю, сегодня у нас в гостях была доктор психологии, основатель образовательной платформы Skillfolio, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Завтра мы встретимся снова и поговорим о том, какие цвета должны преобладать на рабочем месте ребенка. Поделимся цветовыми лайфхаками. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте детифм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забывайте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.